Здравствуйте, коллеги. Давайте начнем нашу встречу. Вас слышно? Слышно, видно, да? Да, все хорошо. Отлично. Отлично. Сегодняшняя наша встреча посвящена теме продвинутого или advanced английского курса. Это пример такой же этапной стратегии развития в обучении, как и у наших зарубежных коллег, и в институте БЭК, и в институте Эллиса, и в международных различных ассоциациях и их конфедерациях. Поэтому несколько таких слайдов наглядной формы, материала, данных я буду использовать в нашем сегодняшнем обсуждении. Но призываю к интерактиву, поскольку это такая короткая встреча, задачи которой основные аспекты, вопросы, касающиеся и самого процесса обучения в нашей ассоциации комитетно-политической терапии и такого формата, конкретной формы, как продвинутый курс. Многие из вас уже завершили или находятся в процессе обучения на базовом курсе. Поэтому мы бы хотели осветить некий путь, такой трек развития специалиста по когнитивно-политической терапии, зачем ему развиваться, какие возможности раскрывают обучение, и осветить его шаги и этапов. Так же, как в любой программе, которую вы можете найти во всем мире, есть некие ступени, которые и по сути характеризуют такой эволюционный путь развития специалиста в этой области. Если мы берем базовый курс, то, конечно, там очень много материала, очень много информации, и начиная с первого семинара, такая лавина информационная, иногда вызывающая напряжение у участников, смятение, такие амбивалентные чувства, показывает особый формат, который мы готовили долгие годы, даже десятилетия, почти уже четверть века существует наша ассоциация. В 24-м году мы будем отмечать торжественно юбилей 25 лет. И за эти годы я и мои коллеги собрали огромное количество материала, самых разнообразных источников. В первую очередь, конечно, Альма-Матер, Когнитивно-поведенческая терапия, Институт БЭКа, Институт Элиса и различные другие международные организации и программы. Поэтому, конечно, базовый курс очень насыщенный, и может возникать ощущение, что уже и самодостаточный. Но, тем не менее, мы его изначально и назвали базовым, хотя там представлены материалы из очень многих программ, в том числе совсем не базового уровня в Соединенных Штатах, например, очень последовательный такой вариант развития специалиста степ-бай-степ. Очень многие семинары кажутся такими ограниченными информационно, но это такая методология, такая специфика обучения, например, в Соединенных Штатах. То есть там очень тщательно препарируется материал, очень аккуратно и осторожно идет движение в сторону развития. И в зарубежных программах чаще всего ориентируются либо на среднее, либо даже на слабое звено в обучении. Мы же ориентируемся на сильное звено, и поэтому базовый курс проходил насыщенно. Тем не менее, это лишь такие основы, скелет, каркас, которые уже позволяют работать вам как специалистам. Но его, очевидно, недостаточно, поскольку мы применяем в данном случае в отношении нозологии такие просто примеры в отношении самых часто встречающихся пациентов с тревожными, депрессивными расстройствами или аддиктивным поведением или расстройством. Поэтому, конечно, базовый курс в этом отношении дает некую терминологически понятийную сеть, основной инструментарий и некую методологию, которая лежит в основе технологии. Основные техники, основные методики, основные процессы, цели и задачи – это все осваивается. Но важно видеть следующие цели и задачи – развитие уже себя как специалистов, более тонкие процессы, более сложные, касающиеся и так называемых трудных клиентов, как одноименная книга Джоденбек, с чего, собственно, и начинается наш продвинутый курс, который посвящен уже и работе с более сложными кейсами, и такой презентации нашей, скажем так, инновационной формы методологии с более сложной концептуализацией, более сложными планами терапии, более сложной технологией самой терапии. Также на базовом курсе представлена в целом палитра различных форм эволюционных, того, что мы видим сегодня на ландшафте, на просторах, не просто поля, а целой вселенной когнитивно-поведенческой терапии. Больше 50 школ сегодня входят в так называемый зонтичный бренд КПТ, как в свое время психоанализ, став психодинамическим направлением, стал таким зонтиком, объединяющим десятки школ. Такая же эволюция произошла и с карантинно-поведенческой терапии. Поэтому, конечно, следующая нозология – это возможность некого расширения своего терапевтического репертуара выборки для клиентов и новые такие формы, уже как варианты эволюционной схемотерапии, терапии эмоциональных схем, схемотерапии Джеффри Янга, то есть ориентированные на схемы процедуры и процессы школы, возможности работать с посттравматическим стрессом, расстройством и так далее. Более углубленный контекст рациональной и мотивно-поведенческой терапии, работы с психосоматическими пациентами. То есть это то, что выходит уже за рамки стандартного варианта, и в большинстве программ мира касается уже более сложных и клиентов с сопротивлением, с какими-то процессами переноса и способствующих контрпереносу, и более сложными нозологиями, более сложными тогда форматами работы с этим нозологиями. Поэтому это те клиенты, которые являются трудными и потери которых в связи с этой трудностью довольно часто явления. То есть дропаут, выпадение из терапии, уход после первой консультации, это все часть того, что может становиться таким бременем для начинающего и даже продолжающего специалиста. Ну и определенные дефициты знаний, не только формальных знаний, для этого хватает учебников и монографии, но и именно навыков и компетенций, которые, конечно, стоит шлифовать и дальше. Поэтому мы бы и хотели сориентировать вас, не просто презентовать базовый курс, информация о нем доступна, а именно сориентировать, как вы можете развиваться в профессиональном ключе, потому что у нас есть определенный трек развития. И в этих шагах мы видим такую тоже последовательность, которую в свое время проходили сами, и видим в ней не просто большой смысл, но еще и очень важные такие специфические элементы. Эти шаги, я к ним позже еще вернусь на слайдах, достаточно понятные. Это и продвинутый курс, как расширение понимания методологии и нозологии, с которой может работать специалист. Супервизионный курс, который касается прохождения собственной супервизии и в групповом, и в индивидуальном формате. То, чего может не хватать на первоначальных этапах, но мы постарались насытить такими различными форматами в нашей ассоциации и возможностями, соответствующими линейку таких обучающих продуктов, куда входит индивидуальная супервизия. Но здесь еще такая специфическая групповая супервизия, к чему сегодня тоже переходит институт БЭКа и некоторые зарубежные организации, но у нас такой формат уже достаточно давно отработал. И два таких факультативных курса, потому что после этих трех курсов выдается диплом уже специалиста по когнитивно-поведенческой терапии, не просто диплом базового курса, точнее удостоверение о повышении квалификации или продвинтового курса, но это уже такой завершенный курс обучения именно на специалиста по КПТ. Вот эти три курса составляют основу этого обучения. Факультативными же курсами является такой дополнительный трек для развития уже внутри ассоциации. То есть ассоциация, как развивающаяся тоже система, имеет свою кузницу кадров, и поэтому есть преподавательский курс, где отрабатывается тоже специфика методологии преподавания, ну и различные технические навыки, которые для этого необходимы в разных таких сферах. И курс, который посвящен уже формированию собственных компетенций как супервизор. То есть он уже не супервизионный, где супервизанты, которые сдают свои кейсы, а супервизорские на подготовку себя уже в качестве квалифицированного супервизора. Но есть международные стандарты, которые говорят о том, что самому нужно находиться пять лет под супервизией. То есть это работа, которая проверяется более опытным специалистом для того, чтобы стать супервизором. Мы, конечно, все эти методологические специфические требования тоже выполняем. И уже этот курс ведут специалисты самого института БЭКа, в частности Дон и Судок, уже много лет, с 2014 года, проводят для нас такие курсы обучения. Она старший супервизор института БЭКа. Поэтому, если мы говорим о продвинутом курсе, то, с одной стороны, это один из шагов для того, чтобы стать дипломированным специалистом. И если вы хотите работать в ассоциации, то это тоже очень важный шаг. А с другой стороны, это тоже самый достаточный курс для расширения своих компетенций, для улучшения навыков и для формирования более широкого спектра возможностей, как специалиста, более качественного ресурса знаний, навыков, компетенций. Этот курс открыт также для специалистов, помогающих профессии в области ментального здоровья. Это и врачи-психотерапевты, и психиатры, и наркологи, и клинические психологи, и специалисты с высшим образованием по социальной работе. Поэтому так же, как в институте БЭКа, мы берем абсолютно те же требования для участия в этом курсе. И вот так же, как базовый курс продвинутый состоит из 10 модулей, где, в общем, завершение его касается тоже супервизии, несколько более сложной, чем на базовом курсе. Но кроме этих 10 модулей, есть еще и специальные видеоматериалы обучающие, которые отличают базовый курс, где такие видеоматериалы, ну, как факультатив у нас используются. Здесь же эта часть обязательной такой программы. Поэтому помимо вышеперечисленных семинаров, есть 10 интервизий, 10 тренингов техники и навыки, но уже для продвинутого курса, 5 индивидуальных супервизий, что отличает, опять же, от базового курса, где с осени их 3, таких необходимых, включая еще и индивидуальную терапию, то, что с осени начнется. Если мы вернемся к самим семинарам, то, как я уже отмечал, расширение таких возможностей, как мы наблюдаем в когнитивно-поведенческом подходе, касается, в первую очередь, развития самого направления когнитивно-поведенческой терапии. Это схема терапии, метакогнитивная терапия, терапия эмоциональных схем. Мы сознательно не включили сюда варианты развития поведенческой терапии, где именно бихевиоризм лежит в основе. Это у нас как факультатив даже на продвинутом уровне. У нас есть программы, связанные с терапией принятия ответственности или приверженности, acceptance and commitment, compassion, но это скорее такие форматы поведенческой терапии. Поэтому для нас важно именно развивать ваши знания, навыки в области когнитивно-поведенческого подхода как такого центрального металлогического стержня. Здесь метакогнитивная терапия Адриана Уэллса и в прошлом Дэвида Кларка, который уже отошел от этой школы, ее Адриан Уэллс и ряд его учеников развивают, будет давать такой расширенный инструментарий для понимания и концептуализации в этой школе, касающейся метакогниции, и технического инструментария уже терапевтического. То же самое относительно схемы терапии, которая, конечно, уже, можно сказать, краевая такая форма, пограничная между когнитивно-поведенческим подходом и даже психоаналитическим, не только экзистенциально-гуманистическим, что очень много концептов, которые используются и в прошлом психоанализе, и в психотерапии, в психодинамическом направлении, и в современном психоанализе. Ну и, конечно, такие известные форматы, как транзактный анализ, психодрама, гештальт-терапия, тоже такие, ну, скажем, языком гештальт-инпроекты есть в схеме терапии. Поэтому это возможный такой вариант расширения ассортимента и знакомства с тем, что в этих школах гуманистических и психоаналитических очень хорошо известно и давно уже используется в практике. Я уже отмечал, что наш друг и коллега Роберт Лихия создал такой концепт эмоциональных схем, и здесь работа с эмоциями и в схемотерапии, и в метакогнитивной терапии, и в терапии эмоциональных схем становится таким важным аспектом расширения репертуара специалиста, его инструментарии, владения различными форматами, которые помогают именно с эмоциональной сферой работать более и осознанно подготовлено вот этой методологии и эффективно. Концептуализация в РЭПТ – это некий вариант апгрейда, то есть РЭПТ как отдельный семинар был и на базовом курсе, но некий аспект современный РЭПТ, который сегодня дается институтом Элиса, где есть свои специфики в концептуализации. И это может быть как интродюс факультативному курсу, который уже разворачивает более погруженное обучение, касающееся рационально-мотивно-проведенческой терапии. Ну и вот четыре таких воркшопа, семинара, тренинга, которые посвящены ПТСР, посттравматическому стрессовому расстройству, расстройству пищевого поведения, психосоматическим расстройствам и ОКР. Ну, поскольку ОКР теперь вынесено отдельно от тревожных расстройств МКБ-11, то тоже это актуальный вариант, не просто развитие предыдущего семинара с базового курса по тревожным расстройствам, а как более сложная нозология, справедливо вынесенная отдельно. И семь таких видеоматериалов от экспертов. Опять же, это наши друзья, коллеги, люди, которые активно поддерживали, ну, к сожалению, как ушедший Артур Фриман в прошлом времени, приходится говорить, или продолжают поддерживать, как Роберт Лихи или Чита Добсонов, как у Инди Драйден и другие. И соответствующий сертификат, и объем здесь уже 350 академических часов. Вот линейка преподавателей. Ольга Андреевна Долганина, она специалист в метакогнитивной терапии, проходила такой развернутый курс обучения метакогнитивной терапии у самого Адриана Вэллсов в Копенгагене. Всего три центра. В Манчестере, Копенгагене и Осло, то есть Норвегия, Дания и Великобритания. Три центра обучения во всем мире. В Соединенных Штатах или там в других странах Европы, это отсутствует. Онлайн стараются не использовать и Адриан Вэллс, и его последователи. Только отдельные воркшопы. Поэтому это сложная достаточно процедура сертификации как специалист и как преподаватель в этом подходе. Но вот только Андреевна прошла такой длительный путь и очень качественно дает развернутые знания, формирует, помогает формировать навыки в этом подходе. Очень компетентный специалист из Красноярска. Ну, Андрей Геннадьевич Каменюкин, вы знаете по ряду семинаров, но в первую очередь он хорошо известен своей работой с посттравматическими стрессовыми расстройствами, работая в свое время еще в МЧС. Большой опыт и хорошие такие достаточно глубокие знания из разных тоже центров обучения. Максим Александрович Изрютина, вы тоже знаете как такого спикера и преподавателя нашей ассоциации, а также схемотерапевта сертифицированного. Вот его знания по схемотерапии, его хорошая подача материала тоже дает возможность погрузиться в ходе этого семинара в такие основные нюансы. И также есть возможность с любой точки продвинутого курса идти еще в факультатив, который пристроен, ну или так скажем, сконструирован как вариант возможности дополнительного развития, потому что все это включить в продвинутый курс было бы безумно и дорого, и сложно, и долго. Поэтому для каждого интересующего вас направления или формы есть еще такой потенциальный вариант ответвления. В том числе и по схемотерапии есть отдельный курс, который также проводит Максим Александрович, и можно в этом отношении тоже пройти некое более глубокое и развернутое обучение. По расстройствам пищевого поведения Ирина Владимировна Конечникова вместе с коллегами тоже проводит отдельный курс, и это тоже может быть такой точкой входа в этот курс, кого эта тема интересует. Вместе с Никитой Черновым у них такой развернутый подход, где и когнитивно-поведенческая терапия, и ACT, и Compassion тоже представлены как форматы работы с расстройством пищевого поведения, ну и десятки других технологий. Поэтому тоже каждый подобный семинар продвинутого курса обладает такой уникальной возможностью. Если вас эта тема интересует, если у вас что-то откликнулось, то есть обязательно апгрейд к этому семинару и возможность пройти отдельный факультативный курс на эту тему. Это касается и психосоматики, которую ведет Ирина Викторовна Корголь, потому что есть отдельные аспекты, «Работа с болью, с болевым поведением и болевым синдромом». Такой есть семинар в продвинутом курсе Института БЭКа, посвященный как раз хронической боли, и такой есть семинар как апгрейд, апдейт уже семинара по психосоматике. Ну и курс по РЭПТ, о котором я уже говорил, Сергей Ефимович Падви, вместе с коллегами, еще тремя специалистами и сертифицированными Институтом Элиса, проводится у нас, опять же, если этот семинар «Концептуризация в РЭПТ», для вас становится проводником понимания, что это зона вашего интереса и, по льву Семеновичу, уготского, ближайшего развития. Интервизии для продвинутого курса проводятся отдельно, но можно посещать повторные и интервизии базового курса, но, тем не менее, они больше ориентированы на те материалы, которые уже входят в сам продвинутый курс и супервизии тоже касаются кейсов по подобным клиентам с теми нозологиями или форматам работы в тех направлениях или в тех школах, которые освещаются на продвинутом курсе, либо в этих эксклюзивных видеоматериалах, которые тоже дают возможность развивать более широкий диапазон и знаний, и возможностей, и конкретных методик в своем таком терапевтическом репертуаре. Несколько слов о треке развития. Если вас интересует сотрудничество с ассоциацией как профессиональным сообществом и желание на каком-то жизненном отрезке пути или этапе своего развития как профессионалов сотрудничать с ассоциацией в разных форматах, то прохождение базового курса это такое обязательное условие, необходимое условие для того, чтобы следующим поколениям уже когнитивно-физнических терапевтов презентовать часть материалов, например, в виде формата техник и навыков. И ведущие таких тренингов проходят и завершают базовый курс для того, чтобы обладать более широким диапазоном, помогая уже следующему поколению в ответе на сложные вопросы. Ну и еще есть ряд анонсированных пока, но запускаемых только с осени форматов, которые у нас будут в ассоциации. Они включают в себя тьютерство, наставничество и еще несколько форматов, которые пока озвучивать не буду, которые тоже ведут уже выпускники такого продвинутого курса. И это в будущем возможность стать ведущим интервизии и преподавателем. Но для преподавателей, как я уже говорил, у нас есть отдельный трек. Вот Татьяна спрашивает, что нужно сделать, чтобы попасть ведущие. Ну, помимо того, что нужно стать базовым курсом, у нас есть еще обучение. Обучение самому процессу и процедуре ведения технокналок. Поэтому вам нужно написать нашему HR-отделу, руководителю HR-отдела. У нас Ксения Савельева. И вы можете у своего менеджера узнать ее e-mail или контакты для того, чтобы с ней связаться. Она уже с вами подробно поговорит о ваших интересах, о ваших желаниях и расскажет, какие здесь есть возможности и какие шаги в этом направлении можно сделать. Ну и, конечно, мы стараемся создавать такую благоприятную среду для развития когнитивно-поведенческой терапии в России и даже в постсоветском пространстве, и более того, даже в мировом масштабе. И, конечно, часть различных мероприятий международного сотрудничества, такого пространства конференций, пространства нашего форума, различных программ, включая научные, исследовательские, социальные. Это все тоже возможность реализовывать различные свои интересы и профессиональные, как специалистов, и какие-то социальные, и научные, и творческие. Поэтому здесь интересы и ассоциаций, как организации, и многих людей с такой активной жизненной позицией совпадают. Это и развитие профессиональной среды, это и какие-то проекты, которые ведутся совместно с ассоциацией. Поэтому для нас, конечно, продвинутый курс рассматривается еще и как такой богатый ресурс для развития различных совместных проектов с обучающимися на продвинутом курсе. Ну, поскольку базовый это базовый, но продвинутый показывает, что у людей уже есть опыт, уже есть понимание и своих интересов, и своих желаний, и своих целей, и задач, и они уже могут презентовать и какой-то собственный материал, с которым могут выходить на конкретные предложения, конкретные какие-то коллаборации с ассоциацией и конкретные формы какой-то поддержки со стороны ассоциаций в осуществлении тех или иных проектов. Поэтому, если снова вернуться к треку развития, то вот три курса завершаются выдачей диплома специалиста, базовый, продвинутый, и супервизионный, и два факультативных курса, которые уже непосредственно для развития внутри ассоциации существуют, это курс преподавательский и супервизионный. Просто напомню об этом треке. Ближайший курс стартует уже в эти выходные 18 июня, и буду рад ответить на ваши вопросы по теме нашего сегодняшнего такого интерактивного обсуждения. Есть ли какие-то вопросы, коллеги, что вызвало у вас отклик, интерес, какие-то дополнительные, может быть, требуется прояснение? Дмитрий Викторович, здравствуйте. Можно вопрос? Да, Михаил, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Коллеги, здравствуйте еще раз. Дрешин Халгинаевич, я вот, к сожалению, только начинаю в этом направлении, но интересуюсь этим направлением. Хотел бы узнать, а вот, что касается аддиктивного поведения, что касается игровой зависимости, эффективность КПТ при игровой зависимости, могли бы подсказать, если вопрос уменьшен. Есть разные, скажем так, программы, работы с лудомонией или игромонией. Есть несколько в этом отношении РКИ, рандомизированных контролировок исследований, метаанализов именно по игромонией я не видел, но есть просто отдельные работы, которые описывают эффективность, и она отличается. В ПАБМЕДе есть несколько статей, есть в Кохрановских исследованиях и так далее. Более подробно, если вы еще не были на семинаре Андрея Геннадьевича Каменюкина по как раз КПТ-аддиктивному поведению, по КПТ-аддикции, он рассказывает об этом на своем семинаре. Эффективность достаточно широко варьирует в зависимости от конкретной формы и программы. От 80% до 40%. Поэтому сложно сказать, с чем это связано. Авторские ли это программы рассматриваются, какие-то контексты, в которых проводятся такие программы и исследования, но эффективность высокая. Другое дело, что дропаут тоже очень высокий из подобных программ. это однозначно целый курс лечения. Но сегодня у нас немного другая тема, не посвященная каким-то специфическим направлениям, формам работы или нозологиям. Мы обсуждаем сегодня только ближайшее мероприятие, старт продвинутого курса. Но на всякий случай дождитесь семинара, если вы на базовом курсе, обязательно можно будет спросить либо Андрей Геннадьевич, либо Евгений Рынович будут вести эти семинары, оба достаточно опытные специалисты по работе с аддикциями, они вам подскажут, может быть, что-то еще из современных статей вышло в зарубежной литературе. У нас есть отечественные специалисты, тоже по этим вопросам в институте Бехтерева, такой специалист есть интересный. Но давайте пока оставим подробности за рамками нашего обсуждения. Да, Светлана, у вас вопрос. Да, Дмитрий Викторович, здравствуйте. Я хотела бы уточнить, можете ли вы подробнее рассказать про супервизионную работу, вот эту пятилетнюю, для супервизионного курса. Вот какие вообще условия, сколько часов необходимо, входит ли туда супервизии вот с базового и со второго продвинутого курса, и может быть есть какая-то стратегия, чтобы вот не упустить время, допустим, да, а уже вот начать супервизию, да, вот эту работу с базового курса, чтобы вот эти пять лет и потом перейти уже к третьему планамерному. Конечно, конечно, супервизию вы можете начать с любого момента изучения когнитивно-поведенческой терапии, и она будет точно поддержкой, помощью и развитием вас как специалиста. То есть супервизия не обязательно привязана к каким-то конкретным курсам или семинарам. Супервизия это вообще такая потребность любого специалиста иногда смотреть со стороны на свою работу в диалоге с более опытным специалистом, который еще квалифицирован проводить такие формы, форматы этого взаимодействия. Поэтому от супервизии точно есть большая польза. Это не только эмпирически проверено, есть и исследования на эту тему. Поэтому супервизия однозначно может быть взята как индивидуальная, так на сегодняшний день и групповая от специалистов нашей ассоциации независимо от того, где в этот момент вы обучаетесь, чему и как. А как вот это засчитывается? Вот сколько часов нужно для супервизионного курса? Просто я не очень понимаю, ну, допустим, определенные часы нужны для третьего курса именно. Третий курс уже включает в себя обязательную групповую супервизию. Он сам состоит только из супервизий. Это 10 групповых супервизий, которые идут в отличие от первых двух курсов по шкале CTRS. это Cognitive Therapy Rating Scale. То есть это шкала, разработанная Беком и Джеффри Янгом. Сегодняшний вариант этой шкалы ревизионный, пересмотренный, разработан Аленом Миллером, нашим очень добрым другом и партнером, который как раз проводит на русском языке в переводе обучение. здесь у нас очное от Института Бека. Вот как раз первый курс такой сертификационный прошел в прошлом и в этом году. И каждая встреча групповая посвящена анализу кейсов, обучающихся на курсе по этой шкале. То есть если на первом и втором курсе мы не оцениваем вашу квалификацию и компетенции, супервизии проводятся как обучающие, то весь третий курс это только в первую очередь. Конечно, там есть и другие задачи, но в первую очередь это исследование навыков и компетенций, выявление, условно говоря, того, что еще стоит шлифовать и развивать и последующая оценка динамики. Поэтому 10 индивидуальных супервизий, 10 групповых именно для этого. Поэтому не нужно как-то специально готовиться к супервизионному, закончив продвинутый, когда вы почувствуете себя готовой или такой потребности, вы можете в любой момент стартовать в обучении на супервизионном курсе. То есть задача супервизионного курса это такая шлифовка уже до тех необходимых критериев, которые есть в любых международных организациях по самым строгим международным стандартам. То есть 44 балла нужно набрать по шкале, которая есть в конце учебника Джудит Бэк голубенького CTRS для того, чтобы пройти минимальную сертификацию, то есть первый уровень в институте Бэка. И наша задача, чтобы вы уже были готовы днем и ночью вас разбуди, набрать точно 44 балла по этим шкалам. Поэтому хорошо, если вы брали перед этим какие-то супервизии, разбирали кейсы на супервизиях или интервизиях, но это точно будет проходить в очень интерактивном осыщенном режиме уже в супервизионном курсе. Это его такие основные цели и задачи. Параллельно я отвечу на вопрос в чате Ирине Морозовой, что в августе я буду защищать кейс на БК, получив удостоверение о повышении квалификации, я еще не буду специалистом по КПТ, это только после окончания БК. Нет, диплом выдается только после окончания супервизионного курса. И вот он как раз и называется специалист по когнитивно-поведенческой терапии. Но это не значит, что получив удостоверение о повышении квалификации, вы не являетесь когнитивно-поведенческим терапевтом. То есть вы становитесь когнитивно-поведенческим терапевтом, но здесь это такой, условно говоря, вариант сертификата качества, что мы отвечаем за наших выпускников уже с дипломами. Поэтому это разные уровни подготовки, так же, как и в институте БЭКа, можно пройти отдельный семинар, можно завершить целый курс и получить сертификат, сертификат всех преподавателей ассоциаций настолько хорош, что вы уже точно когнитивно-поведенческий терапевт. Но вот специалистом вы становитесь не только потому, что вы что-то прослушали и качественно обучились, но и когда вы продемонстрировали свои навыки и компетенции. А для этого недостаточно даже одной супервизии. То есть нужно наблюдать в динамике все вот эти процессы и процедуры, которые подразумевают уже уровень такого аккредитованного специалиста. Поэтому у нас, ну, пока мы просто это не выводим в такой официальный формат, но есть членство в ассоциации когнитивно-поведенческие, а есть аккредитованные специалисты ассоциаций. И это те же процедуры, что и аккредитация в европейской ассоциации, в других международных каких-то программах или организациях. Поэтому вы точно когнитивно-поведенческий терапевт. Но слово специалист подразумевает, что вы на этом специализируетесь, что у вас есть такой набор компетенций, который может быть оценен независимо от организации, которая выдала сертификат или диплом. То есть любая международная структура, оценив вашу работу по шкале СТРС, подтвердит, да, вы специалист, потому что вы делаете все по этим международным стандартам, понимая их и содержание, и процессы, и соответствуя всем этим критериям. Так, вот Татьяна пишет, я прошла у вас курс в МИПе, кто мне может объяснить дальнейший трек? Можно ли учиться параллельно базово-продвинутым? И что зачтется из МИПа? Оставлял в чате вопрос на сайте, никто не звонит и не пишет. Так, сейчас, секундочку, Георгий, вы с нами, сразу звоните, пожалуйста, руководителю отдела сервиса, Виталию, чтобы понять, что, собственно, происходит, почему у нас нет интерактивной работы с нашими электронными ресурсами. обязательно свяжитесь со своим менеджером, если у вас его нет, то заведите его, Татьяна. И менеджер вам объяснит, что при сотрудничестве с другими организациями, в частности, с Московским Институтом психоанализа, мы зачитываем тот материал, который успевают пройти на этих совместных проектах обучающихся. То есть, мы и на этом обучении обсуждали с вами, что первый, и второй модули базового курса зачитываются по таким программам. Вам предстоит пройти оставшиеся восемь, включая супервизионный модуль, где будет супервизия, для того, чтобы получить уже удостоверение о прохождении, завершении обучения на базовом курсе именно нашей ассоциации. Ни с какими организациями мы не ведем совместного базового курса, есть только варианты некого введения в этот базовый курс. То есть, базовый курс мы не можем отдавать на аутсорс, но какие-то элементы, его особенно вводные, мы как совместные проекты делаем с несколькими и российскими, и международными организациями. У нас даже с испанцами был проект по подготовке испанских психотерапевтов, так что здесь очень богатый у нас опыт. Следующий шаг в этом треке это продвинутый курс и третий супервизионный, как я уже говорил, используя презентацию. Но более подробно вам может подсказать менеджер или администратор, если вы на сайте посмотрите контакты и свяжетесь, вам обязательно все подробно расскажут. Но менеджеру заодно намекните, что вы писали на каком-то из электронных наших ресурсов и ничего не получили в ответ. Я сейчас все передам менеджерам и хотела бы уточнить следующий момент. У нас есть вопросы из ВКонтакте, могу ли я его задать? Откуда вопросы? Из трансляции во ВКонтакте у нас по трансляции пишут вопросы. Пока что там есть один вопрос и он говорит так, для допуска к продвинутому курсу нужно, чтобы пройдена была базовая ступень в ассоциации или можно получить уже пройти продвинутый курс после базового курса в Московском институте психоанализа. Не все хорошо расслышал почему-то, но если это курс института психоанализа, то я только что дал ответ, что это два модуля нашего базового курса. Поняла. А если можно, свяжитесь, пожалуйста, с Виталием и попросите его или кого-то из сотрудников его отдела обязательно сейчас присутствовать на нашем эфире и прочитать в чате то, что написала Татьяна. Я уже сотрудник отдела сервиса, я сейчас все передаю. Да. Нам нужно узнать, где у нас пробелы взаимодействия с людьми, которые интересуются следующими шагами. Давайте я один вопрос еще Елене зачитаю в чате, а потом устно те, кто высказывался, и потом продолжу вопросы из чата. Давайте Елена пишет, а после завершения БК выдается какой-то диплом или удостоверение? Выдается удостоверение, общее уже удостоверение после прохождения супервизии. Тоже вы подробности про удостоверение можете спросить у вашего менеджера. Надеюсь, он вам объяснял, но просто может быть вы прослушали, что завершение каждого из курсов заканчивается выдачей удостоверения о повышении квалификации. Поскольку у нас государственная лицензия, соответственно, любой отдел кадров принимает подобные вещи. если это касается врачей психотерапевтов, то они могут при желании даже получать балл НМО за это. Но нужно согласовывать тогда это заранее. То есть нельзя это согласовывать по завершению курса, потому что регистрация на портале НМО должна быть предварительной, а не постфактурной. Пока психологам это не грозит, закон о психологической помощи пока так и не утвержден Государственной Думой и последний вариант так и не донесли до Государственной Думы, поэтому психологи могут пока выдохнуть. Но это не значит, что надолго рано или поздно психологов всех тоже как и врачей поставят на учет в хорошем или полухорошем смысле слова. И дальше нужно будет точно так же набирать все эти пресловутые баллы. Так, Надежда, Господь рука, давайте начнем с вас. Здравствуйте, Дмитрий Викторович, извините, без видео. У меня два момента. Первый момент, я учусь параллельно у вас, заканчиваю базовый курс и в Институте БЭКО, живу в Европе. Ну вот, я сейчас заканчиваю, у меня супервизия на лето и записалась на продвинутый курс, кстати, со мной никто не связался, хоть, ну, может быть, мне сказали ждите, в общем, я жду, но я на записался, это тоже, кстати, момент, наверное, технический такой. Отлично. Сейчас у техподдержки, у меня большой вопрос, есть ли у нас Виталий, вы позовите Виталия, пожалуйста. Виталий у нас руководитель отдела сервиса. Вот мне бы хотелось, чтобы Виталий сейчас включил экран и официально объяснил, почему люди из дальнего зарубежья, которые учатся в институте БЭК и у нас параллельно дискриминируются по непонятному какому признаку еще, но надо понять по какому. Я же на октябрь записалась, может быть, сейчас обслуживают тех, кто идет в июне, я не знаю. А, ну, может быть, но это тоже дискриминация, раз вам никто не отвечает, это тоже не самый хороший вариант и спасибо, что об этом сказали, мне как руководителю важно знать, где у нас слабые места и в сервисе в том числе. Да. Поэтому будем ждать начальника транспортного цеха, как у Жунецкого, чтобы он отчитался о проделанной работе, что же такое мешает в надежде получить вменяемый ответ на вполне простой вопрос. Могу ли я? Конечно, можете, наоборот, мы ждем вас и будем рады, что вы доверяете нам так же, как институт УБЭК, вот обучаясь сразу в двух замечательных организациях. Это для нас большая честь. Да, но вот у меня еще такой момент, могли бы вы порекомендовать. Дело в том, что, ну как, мне важно получить и европейскую какую-то, да, сертификацию. Да, да, да. А клиенты у меня в том числе и в России. Ну, то есть у меня такое задвоение получается, и я вот думаю, как бы можно было бы это немножко совместить. То есть я написала в институт, например, ну, кстати, тоже мне никто не ответил. Видимо, обычное дело к патотерапевту. В праздничных проходит, например, супервизия у тех, кто как бы, ну, при институте УБЭКа там отучился. Вот я тоже заканчиваю. Можно ли это как-то вот совместить? Вот я не знаю, к кому обратиться. То есть я отвечу, а мне никто не отвечает. может быть, на какую-то персональную консультацию. Я готова там оплатить, но просто я не могу, конечно, ответить за институт УБЭКа сейчас. У нас была мечта такая, чтобы нам совместить, чтобы не нужно было человеку вот так раздваиваться. И мы предлагали институту УБЭКа открыть филиал, ну, еще много лет назад, до того, как появились дистанционные программы, к чему мы очень рады, безусловно. Поэтому отложилось, так скажем, открытие филиала. Но у нас появилась наконец-то очная программа. И в связи с этим у нас тоже возник вопрос, а как быть, вот когда такое раздвоение. Но сейчас сложившихся, к сожалению, таких текущих условиях, очень сложно это все как-то технически организовать. Поэтому мы надеемся, как-то помягче станут условия, и будет возможность такой объединяющей какой-то формы, чтобы вам не нужно было раздваиваться. Поэтому пока вы можете только у нас, я думаю, что бесплатную абсолютную консультацию менеджера получить по поводу сертификации для российских каких-то отделов кадров, но российские сертификаты для международных не имеют значения, а у нас, к сожалению, международные сертификаты тоже не имеют значения. То есть там сертификат института БЭКО у нас никого не волнует. И любой абсолютно международный сертификат, неважно, европейская ассоциация, всемирная конфедерация, там института Элиса, это для гордости самого специалиста, безусловно, важный компонент, но он не учитывается, поскольку у нас учитываются только те обучающие структуры, у которых есть государственная лицензия Российской Федерации. Поэтому пока придется раздваиваться, но надо будет обсудить какие-то возможные разумные компромиссы. Не знаю, насколько, конечно, ответил я на ваш вопрос, понимаю, что сомнения у вас здесь остаются, но раз вы и наш базовый курс заканчиваете и курс в институте БЭКО, то точно эти два вопроса вы закроете. У вас будет удостоверение о повышении квалификации, которое принимается во всех наших организациях отечественных, и у вас будет международный сертификат, который в большинстве стран мира принимается. Так что здесь, я думаю, вы закроете все необходимые вопросы. Конечно, в каждой стране, в Германии, например, свои какие-то правила, они все равно просят их курсы пройти, чтобы вы не заканчивали и так далее. Поэтому здесь уже много таких индивидуальных нюансов, которые лучше уже в персональном обсуждении сейчас не групповом формате или таком публичном, в персональном обсуждении решить. Айбек, ваш вопрос. Дмитрий Викторович, как меня слышно? Слышно, спасибо. Здравствуйте всем коллегам. Дмитрий Викторович, спасибо за разъяснение. Позвольте вас поздравить с прошедшим днем рождения. Спасибо большое. Я хотел бы поинтересоваться в целом, если я заинтересован в какой-то коллаборации, возможно, с ассоциацией, то мне лучше пройти продвинутый курс, верно? Потому что у нас есть медицинский университет, собственный, да, и, так сказать, жертвы участия в форуме в Питере, мы недавно даже отучили второго специалиста тоже по базовому курсу, и мы заинтересованы в дальнейшей связи, так сказать, с ассоциацией именно в рамках Россия-Казахстан. Айбек, вы здесь не стесняйтесь, вы пишите мне, пишите всем наши ассоциации, коллаборация, и параллельно с тем, как вы будете проходить, просто это уже более такая интенсивная, может быть, коллаборация, но точно у нас большие, скажем так, планы сотрудничества с Казахстаном, у нас там уже много лет проходят курсы обучения, поэтому давайте любую форму коллаборации обсуждать параллельно с вашим или чем-то еще обучением на продвинутом курсе. То есть здесь имеется в виду такая коллаборация уже когда идет работа как члена ассоциации или как сотрудника ассоциации, как какого-то эксперта ассоциации в этом отношении, а международные программы, коллаборация может идти параллельно, даже у нас были коллаборации, когда человек не учился, не знаю, представители испанского университета, они не учились на нашем базовом курсе, но мы сразу договорились о коллаборации и работали там с несколькими испанскими вузами. Позвольте последний вопрос, а как часто в году проходит ПК продвинутый курс? На этот год намечено два, стартует 18 июня сейчас ближайший и вот как уже было сказано в октябре еще один. Все, большое спасибо, Дмитрий Икторович. Спасибо. Джульетта, ваш вопрос. Здравствуйте, Дмитрий Икторович. У меня вопрос наверное такой организационный, больше связанный с тем, что вот новая система, что оплата за полный продвинутый курс. с учетом того, что у меня пройдет полностью курс по схемотерапии и по РПП. Как-то это можно засчитать, чтобы, как говорится, не платить лишнего? Да, вот это скажем так сложный момент и я тут боюсь что-то сказать лишнее, потому что это решает уже наша так орг структура менеджера. Поэтому здесь скорее вам нужно с менеджерами, которые записывают на продвинутый курс обсудить. Если будут возникать какие-то сложности, пишите мне, потому что я считаю, что разумно зачесть это, но не знаю, что у нас в техническом варианте в этом отношении, потому что там возникали какие-то споры и сложности. Что на текущий момент, какое решение принято. Я сейчас боюсь за наших коллег из отделов, которые такой организационной частью руководят сказать, но я думаю, что можно будет найти какое-то решение. Если с ним возникает сложности, обязательно мне напишите. Так, у нас Виталий появился? Виталий, к сожалению, не сможет сегодня просоткнуть, он будет в пятницу. А в пятницу у нас будет еще один эфир? В пятницу, да, у нас отдельный эфир по Дню открытых дверей для ПК. Можно про структуру курса будем рассказывать. Хорошо, если кто-то будет в пятницу из тех, кто интересовался сервисом, то обязательно... Ну, вы, пожалуйста, запишите имена, чтобы в любом случае кто-то из вашего отдела связался с теми людьми, у которых была сложность коммуникации через электронные ресурсы или любые другие. И передавай менеджерам, менеджеры обещали связаться. Отлично, спасибо. Ну, и Виталий пусть тогда выскажется, я думаю, что часть из этих людей могут быть в пятницу и напрямую послушали бы руководителя отдела сервиса, что тоже было бы полезно для всех. Да, да. Заодно вопрос Джульетты, пожалуйста, пусть Виталий, Александр, руководитель отдела продаж и Станислав решат до пятницы, чтобы в пятницу Джульетте можно было дать какой-то ответ конкретный. Да, хорошо, я передам. Ага, спасибо. Хорошо, переходим к чату, там 14 целых вопросов. Давайте тогда я постараюсь на них ответить. Так, вот Вероника спрашивает, прошла все семинары ТНБК, но итоговую супервизию пройду в августе. Могу я уже сейчас начать пока? Да. То есть, если в отношении супервизионного курса там есть определенный регламент, обязательно нужно завершить продвинутый курс, то в отношении ПК у нас более такое гуманистично-либеральное отношение, то есть, вы можете, пройдя как минимум половину базового курса, уже начать обучение на продвинутом курсе. Ну, надеюсь, там менеджеры меня не съедят в связи с таким раскрытием информации, но это точно возможно, поэтому вы не стесняйтесь, если вы готовы уже прямо 18 июня присоединиться или в октябре, то спокойно точно присоединяйтесь. Камила пишет, подскажите, пожалуйста, после обучения на БК КПП возможно ли продолжить обучение членов ассоциации ЕБСТ аффилированным членом, которое стало с 17-го года АКПП. Да, но мы стали не только аффилированным, мы стали полным членом, аффилированным мы стали в 17-м полным членом в 19-м году. Даже это полное членство, да даже аккредитация в ЕБСТ это лишь такая часть процессов, потому что Европейская ассоциация не проводит таких курсов от имени Европейской ассоциации, а это проводят отдельные ассоциации, которые входят в состав, а это больше 40 ассоциаций входят в состав этой ЕБСТ. То есть ЕБСТ как зонтичный бренд, но не как отдельная структура. Ведутся разговоры о мобильной академии и прочем. То есть есть отдельные семинары, например, буквально в эту пятницу там Хелен Макдональд от имени ЕБСТ будет проводить семинар по специфике супервизии. Коллеги из Сербии организовали его. Поэтому здесь мы входим в структуру ЕБСТ, поэтому наши преподаватели одновременно и преподаватели ЕБСТ, но это не значит, что как бы есть какой-то отдельный продукт, где есть преподаватели именно ЕБСТ. Это всегда преподаватели, Хелен Макдональд, например, она преподаватель Британской ассоциации кандидатно-праведенческой терапии. И у нас были коллаборации. К нам приезжали президент голландской ассоциации, президент бельгийской ассоциации, проводили такой курс обучения по современным методам КПТ в терапии ПТСР. В Санкт-Петербурге был такой развернутый курс. ЕБСТ. Получается, что бывает так, что преподаватели именно от ЕБСТ, но они в каких-то особых форматах, например, в формате вот этого гранта. Поэтому вы следите за рекламой. В некоторых ситуациях мы позиционируем их каких-то отдельных специалистов или супервизоров именно от ЕБСТ. Но обычно ЕБСТ пишут, что это программа какой-то конкретной ассоциации. Поэтому здесь не знаю, насколько я ответил на ваш вопрос, есть несколько таких нюансов чистотехнических. Понятно ли то, что я сказал? Или что-то нужно дополнить, прояснить? Потому что у кого бы вы хотели конкретно продолжить обучение? Если можно, я голос. Голос. Окей, что-то было бы гораздо удобно. Здравствуйте, Дмитрий Викторович. У меня вопрос был следующим. В условиях, ну вот на данный момент я переезжаю в Европу и вопрос как раз был в том, могу ли я продолжить обучение после какой организации вообще, по КПТ или по другим направлениям, это большая проблема. Но могу сказать, что, например, люди, обучавшиеся в Испании, когда приезжают в ФРГ, тоже, они, члены наш немецкий. Поэтому это все зависит от страны. Испанцы принимают, немцы вообще говорят, мы ничего не принимаем, кроме наших, там, австрийцы какую-то промежуточную позицию занимают и так далее. Поэтому, если можно, вы тогда напишите менеджерам или мне напрямую, в какую страну вы переезжаете. Мы постараемся связаться тогда с президентом ассоциации местной и узнаем, что можно зачесть, что нельзя, какая их внутренняя политика, потому что у них, ну, чем жестче регламентация всех этих процедур, тем более сложны все эти процессы. Поняла. Спасибо большое, что я тогда напишу. Спасибо. Да, пожалуйста. Так, следующий вопрос. Татьяна пишет, параллельно БК и БК можно учиться? Я вот только что ответил, если половина БК пройдена, начиная с шестого модуля, можно уже учиться параллельно и на БК. Марина пишет, БК идет только оффлайн или онлайн формат есть? Да, онлайн точно идет, любого менеджера спросите, они расскажут и о том, и о другом форматах, и вариантах. Даты ближайшие 18-го, но опять же, каждый, любой менеджер нашей ассоциации информирован об этом, и если у вас возникают какие-то сложности при коммуникации с менеджерами, обязательно пишите мне. Но здесь у нас есть техподдержка, я надеюсь, техподдержка меня слышит. Свяжитесь, пожалуйста, с Мариной, проинформируйте ее обо всех датах, и дайте контакты менеджеров, которые могут это более подробно рассказать. Да, конечно. Спасибо большое. Татьяна, я доручусь на ПК, и теперь не могу видеть расписание семинаров на сайте, это неудобно. Так, если можно, тоже, пожалуйста, свяжитесь с Татьяной, узнайте, из-за чего она не может видеть, и как ей это все-таки увидеть. Ватсап тоже не отвечает отдел сервиса. Так, что такое? Вот Татьяна у нас в кладезь информации, что не работает. Пожалуйста, передайте Виталию как руководителю, пусть он персонально, пожалуйста, поговорит с Татьяной, узнает много нового о работе своего дела и постарается устранить все эти сложности, ненужные, я думаю, никому. Так, передам. Спасибо, Надежда. Так, Татьяна пишет, обесценивая сертификатов в обе стороны. Но не то, чтобы обесценивание, но бюрократические сложности, которые есть не только в психотерапии, но и во многих других дисциплинах и сферах. Так, Марина пишет, спрашивала у техподдержки на сайте насчет участия в семинаре 2-3 июля позитивной интервенции в КПТ. На сайте мне ответили, что вам перезвонят, и никто не перезвонил, неделя прошла. Так, пожалуйста, тоже с Мариной свяжитесь обязательно. Вот надо чаще такие встречи, похоже, устраивать. Можно будет узнать, что происходит в организации, какие слабые стороны процессов. Тимур пишет, в апреле 23-го года заканчиваю институт бакалавриат по специальности психологии управления. В марте 23-го заканчиваю курс по дополнительному образованию клинической психологии. В дальнейшем пойду учиться в КПП в городе Красноярске. Прекрасно. Мы, кстати, там будем большим десантом в августе. Все ведущие преподаватели ассоциации десантируются в начале августа в Красноярске. Два дня будут там сами проходить супервизионный курс, часть. Какая-то часть будет в это время рассказывать яркие, интересные, насыщенные истории и вести воркшопы, семинары, мастерские. Почти как на Байкале. Меня интересует вопрос. Это минутка рекламы была на всех случаях. Меня интересует вопрос, сколько по времени составляет обучение в общем на всех трех курсах для получения диплома специалиста. Ну, бывают форсированные режимы, но обычно это три года. Форсированный режим это вариант декадника, когда сразу совмещается несколько семинаров и проходятся за одну неделю три-два с половиной семинара. И можно несколько декадников, там, две недели подряд, два декадника, так называемые. Но это более сложный формат. То есть обычно идет семинар раз в месяц и, соответственно, тогда рассчитывайте на три года. Ну, в любой момент можете это форсировать. А вот Надежда спрашивает. Вячеслав Габайдулин, Елена Чаузова, Ольга Машкова проходит как раз суперзионный курс. Да, вот такая благодать. Можно иногда встретить своих любимых преподавателей на каких-то из форматов. В Красноярске, например. Ну, и на Байкале все эти люди будут. На Байкале они одновременно будут и учиться, и преподавать. Вот такая у нас экологически доступная форма отдыха, обучения и развлечения. На Байкале будет много интересного. Тоже минутка рекламы. Кто не знает, что мы едем на Байкал ассоциации, спросите менеджеров. Они вам расскажут про Сибитикамп. ПТСР не засчитывают. Татьяна, а что не засчитывают? ПТСР где не засчитывают? Скажите голосом. Дмитрий Дмитрий Викторович, здравствуйте. Я проходила курс ПТСР, а на продвинутом тоже был ПТСР. И получилось, все повторилось. Вот. Тоже вопросы к менеджеру. Еще одна зарубка такая. Да, вот эта деталь, поэтому про РПП, но сказали, что в следующий раз другие будут программы просто и не были такого пересечения. Да, просто есть ответвление, то есть эта программа больше тогда, чем этот семинар. И получается, что здесь есть вопрос. Если сначала проходится семинар, а потом ответвление, это понятный вариант. Но если сначала ответвление проходится, а потом семинар, вот здесь, конечно, может наступать грусть у человека, который пошел сложным путем. Это нужно будет тогда тоже с менеджером обсуждать, чтобы либо это последовательно делать, либо какие-то компромиссы тогда находить. Мы уже решили этот вопрос, просто я прокомментировала, сказали, что будут это в будущем, чтобы не повторялось. Да, хорошо, спасибо за информацию. Так, Татьяна спрашивает, поскольку Татьяна у нас в кладезь информации о сложностях и проблемах работы нашей организации, то, конечно, Татьяна, я оставлю свой e-mail, сейчас я его в чате размещу, пишите смело, если еще что-то найдете, пишите дважды сразу. Вот мой e-mail. сейчас вернусь к вопросам, которые я пропустил. так, Ирина Морозова еще раз спрашивает, как правильно поступить, если я хочу работать с тревогой, мне нужно идти на ПК или вначале на какой-то углубленный курс по тревоге, если какой-то углубленный курс. Я думаю, что как раз с помощью продвинутого курса вы посмотрите с разных сторон на то, как работать с тревогой, через метаконитивно-терапию, через схемотерапию, через другие нозологии, там много будет полезной информации. То есть отдельно тревогу мы уже после базового курса не проходим, потому что это самые такие часто встречающиеся вещи. Но дополнительный насыщенный материал для того, чтобы вы глубже поняли аспекты вот этой тревоги, да, но как сателлитные формы у нас бывают на конференциях, на каких-то особых мероприятиях, на форумах, там есть дополнительные материалы, но просто если мы начнем их включать наши обучающие программы, они превратятся в какое-то безумное количество академических часов, там за тысячу, и слишком дорогостоящие, тогда там никто не сможет учиться. Поэтому нам все-таки приходится выбирать, и тревогу мы уже как факультатив рассматриваем на отдельных каких-то профильных семинарах. Можно ли приступить к обучению по ПК, если пройдена вся теория тина-интервизии по ПК, а супервизия откладывается по графику? Да, если она откладывается, и бег смело записывайтесь на ПК, не страшно. После пятого модуля можно уже записываться. Какой максимальный срок действия БК, если я буду поступать на ПК через год или через два? Так, вот здесь я могу напутать, сколько действует, 2, 3 или 5 лет. Это лучше, опять же, техподдержка, запишите, пожалуйста, контакт Айбека, чтобы Елены в данном случае, чтобы более точную информацию дать, потому что я могу ошибиться, потому что каждый раз тут варьируют вводные данные от Европейской Ассоциации, от Всемирной Конфедерации, сколько может быть зазор, они начинают отличаться, и нам приходится перестраивать. Раньше мы давали 5 лет, сейчас боюсь ошибиться со сроками, но вроде бы 3 года. Так, Юлия пишет, с прошедшим днем рождения, спасибо большое, вопрос, раньше было возможно индивидуально сформировать для себя программу ПК, точно, Юлия, была такая опция, собрать семинары иностранных спикеров, те, что индивидуально интересны, правильно, я понимаю, что сейчас это уже невозможно, а нужно проходить именно ту программу, что показывали сегодня встречи, да, с чем это связано, то есть это не просто чья-то злая воля, поскольку мы входим в Европейскую ассоциацию и интегрированы теперь во Всемирную конфедерацию, мы обязаны подавать свои программы на аккредитацию этих ассоциаций, то есть они интересуются, поскольку мы являемся полным членом, чему же мы учим, если мы аккредитовываем программу, то дальше мы должны уже обучать именно по этой аккредитованной программе, поэтому до такой инкорпорации, до 2019 года это можно было сделать в произвольном режиме индивидуального такого трека обучения, но теперь мы вынуждены давать ту форму, которая аккредитована международными инстанциями, международными ассоциациями, как часть вот такой программы обучения, поэтому нам приходится давать уже общую для всех форму, но как сателлитные формы, тут можно спокойно индивидуальный трек делать. Если в Европе какие-то страны, пишет Лиля, которые принимают. Нет, как стран нету, к сожалению. Есть отдельные организации, которые берут как взаимозачет, и каждый раз это отдельный договор с каким-то вузом или какой-то организацией. Этот договор имеет свой срок. У нас были пилотные варианты с испанскими вузами, потом были программы, и срочные договоры, то есть договор имеет срок. Страны должны заключать между собой договоры, могут заключать договоры организации, и тогда получается, что у нас есть сотрудничество с рядом организаций. Но сейчас эти договоры не работают в силу определенных причин. Сейчас не будем на них подробно останавливаться. Поэтому и с Испанией сейчас не получится. хотя у нас были срочные договоры с рядом испанских вузов. То же самое с другими странами. У нас были проекты с Эстонией, у нас были проекты с центрально-европейскими странами, с Америкой были проекты, но сейчас мы не можем их, к сожалению, предложить. Скажите, аккредитация это отдельно от прохождения трех курсов или получение диплома подразумевает аккредитацию. Да, диплом это аккредитация. То есть по сути дипломированный специалист это аккредитованный нашей ассоциации специалист. Но если диплом он бессрочный, никто у вас его забрать не может, то аккредитация она имеет срок. Аккредитация на пять лет. Соответственно происходит переаккредитация также как сертификатами врачей-психотерапевтов или любых других специалистов. То же самое за рубежом. Набираются кредиты в институте Эллиса на конференциях Американской психологической ассоциации. И каждый раз идет переподтверждение этой аккредитации. Но там еще и лицензирование индивидуальное и это еще увязано с лицензией, с получением лицензии в Соединенных Штатах или каких-то других странах. У нас пока речь идет только об аккредитации. Лицензирование пока не предусмотрено для индивидуального специалиста. У нас лицензируется помещение, а не люди. Ну вот такая интересная специфика у нас. Поэтому аккредитация автоматически с дипломом и потом раз в пять лет. У меня основной бизнес связан с продажей. Поэтому у меня триггер на сервисы и отделы продаж. Татьяна, вы для нас незаменимый человек. Просто кладитесь. Вы будете тестом нашей системы. Особенно системы отдела сервиса и отдела продаж. Поэтому пишите мне и днем и ночью. Буду очень внимательно относиться к фидбэку от вас. Екатерина пишет. Я заканчиваю базовый курс как и мегастратуру в феврале 23-го, когда будет ближайший продвинутый. 18 июня и в октябре. Спасибо, Тимур. Для ПК. Будет ли формат декадников? Да, Камила, будет, но после октябрьского уже. То есть пока декадник не предусмотрен по сути в этом году. Тоже если будут инициативы снизу, вы видите, что наши отделы тоже часть вынужденной такой бюрократии. Если будет достаточное количество людей энергично, не будем использовать слово требующих, но рекомендующих проведение декадников, конечно, отдел продаж и отдел сервиса все-таки, несмотря на бюрократизм, гибкие структуры, они пойдут навстречу учащимся и оформят это, как только набирается группа, в любой удобный для группы формат. Екатерина пишет, скажите, пожалуйста, когда продвинутый курс будет проходить очно в Москве? Вот это для меня уже боль. Я пообещал, говорю, в Москве, когда был на очном, ребята, давайте чаще встречаться, соскучились друг по другу, давайте сделаем мощный продвинутый курс, несколько звонков, отдел сервиса, отдел продаж, кричали, ругались нецензурно, что я за человек такой, как я мог такое говорить, это нереально организовать сейчас, поэтому боюсь даже обещать, но мы попросим начальника транспортного цеха обязательно взять на заметку это и в коллаборации с отделом продаж и отделом продуктов, Станислав руководитель, все-таки предусмотреть, поскольку в Москве много специалистов и им нравится учиться очно, обязательно нужно найти компромисс, я по крайней мере с удовольствием приеду и проведу свой семинар очно, я больше всего его люблю очно проводить, поэтому если вы меня поддержите снизу, то никуда не денутся, ни отдел сервиса, ни отдел продаж, ни отдел продуктов, так, да, Юлия тоже, пожалуйста, пришлите информацию, на заметку возьмите техподдержка, вот, Айбек, человек открытый, добрый и поддерживающий, позвольте альтернативный отзыв о работе техподдержки, спасибо Эльвире за отзывчивость и ответы на все вопросы, Эльвира, спасибо большое, тоже передаю через наших помощников вам пламенный привет и благодарность за такую замечательную работу, Лилия пишет, тоже интересные подробности про срок, не знала, что срок действия есть у БК, ну, срок действия, как мы знаем, есть у всего, просто он иногда плавающий, про зазор тоже пришлите, да, не стесняйтесь, наш отдел сервиса, Ирине, тоже пришлите, максимальный срок действия БК не ограничен, все, можете расслабиться, видимо, что-то стряслось международными структурами, БК решили не ограничивать, его не нужно перепроходить, то есть сроки у нас пока четкие с аккредитацией и с как бы элементами внутри курсов, потому что их надо довести до завершения, ну хорошо, одной проблемы у нас меньше, можно выдохнуть, есть ли срок действия сертификатов БК и БК, если на этом обучение останавливается, удостоверение о повышении квалификации у вас остается, никто его не забирает, другое дело, что ваши работодатели будущие могут иметь в виду, что это отсроченный какой-то уже сертификат, то есть они могут спрашивать за последние пять лет какое повышение квалификации вы проходили, и тогда ваш работодатель уже определяет лимит, то есть для нас важно, чтобы вы его закончили, ну, видимо, наши международные структуры предлагают пока это рассматривать как то, что закончили и закончили, вот уже аккредитация, это во всех международных структурах все равно раз пять лет проходит, проученное ПК в Москве, Юлия, объединись, пожалуйста, со всеми участниками, которые в чате будут писать проученное, я думаю, что уже сегодня, может быть, количество перейдет в качество, будет ли после каждого семинара ПК выдаваться отдельный сертификат, как это было на БК, так, у меня вопрос к отделу сервиса, выдается ли в электронном или печатном формате, раньше выдавались, что сейчас в отделе сервиса, подскажите, пожалуйста. Сертификаты также выдаются и в электронном формате, в личном кабинете студента, и можно также получить его в настоящем виде. Да, Василий, все так же, как и на БК, все пока работает. Вот, Марина тоже сердечный человек, такой душевный, я хочу написать, что мы менеджер «Надежда», и она всегда оперативно и подробно отвечает на все вопросы. Есть у нас замечательные сотрудники, душевные, помогающие, поддерживающие, поэтому «Надежде» тоже отдельную мою благодарность в устной форме, но дальше на общем собрании коллектива надо будет это в какую-то песню перевести. Тоже, если можно, по метке делайте, кому нужно выдать премию. Екатерина пишет, записи или презентации сегодняшней встречи не будет, не было возможности 18.00 подключиться. Ну, Екатерина, мы, честно говоря, обсудили такие общие вопросы, которые каждый менеджер точно вам даст ответ, если что, ничего такого экстраординарного мы не обсуждали. Менеджер «Вира» прекрасно, тоже и премию. Так, тогда можно попросить Виталию передать Эльвире и Надежде выписать премию от моего имени. Еще Валерия. Три человека сегодня получают премию по результатам народного голосования. Я сейчас брошу ссылку в чат. Он изначально был чатом техподдержки, но вы можете продублировать какие-то вопросы еще раз в этот чат, чтобы я еще раз оперативно могла это передать менеджерам. Сейчас я скину ссылку на чат, пожалуйста, пишите, в ТЭБе меня не стесняйтесь, я буду все передавать. Нурия пишет, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец, давайте Константину тоже дадим. Ну давайте и Константину дадим раз. Нурия считает, что он достойен поощрения. Хорошо, коллеги, но не будем страдать трудоголизмом. Есть ли еще какие-то вопросы? Мы уже с вами 80 минут в интерактивном обсуждении. Надежда, у вас рука поднята. Есть ли у вас вопрос какой-то? Надежда, видимо, еще прошлую поднятую руку не опустила, возможно. Так, Надежда, да, Надежда. Уже четыре человека проголосовало за Надежду. Нужно будет, чтобы отдел сервиса узнал, это разные Надежды или одна? Одна. Одна. Ну, все. В общем, умножать премию не будем, но точно выпишем Надежде премию. Запрещен звук Надежды говорит. Можно Надежде дать возможность высказаться? Включи его звук. Да, спасибо. Дмитрий Викторович, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, здесь в программе у меня такой по контенту вопрос. Есть КПТ расстройств пищевого поведения. И есть отдельный курс, на который я планирую пойти после Никиты Черновой. Но вот сейчас у меня есть сомнения, если я в октябре иду на продвинутые, меня запишут все-таки в итоге Виталий, то есть ли в этом смысл? Смысл в курсе точно есть. Это хороший, даже, я бы сказал, замечательный курс. Но я боюсь, что если вы пройдете курс до, ну, даже если вы отдельно его пройдете после, то они не взаимозачитываются. Это нужно уточнить у менеджеров. Там информация пересекается, но поскольку, как я уже говорил, сам курс, он аккредитован, то есть именно как учебная программа, то мы не можем очень сильно варьировать. Если раньше мы могли индивидуальный трек создавать, то сейчас мы должны соответствовать, раз мы это включили уже в международную аккредитацию, то ровно тот, который был подан на аккредитацию, мы его должны давать. Мы потом можем переаккредитовывать, но все равно он какой-то принятый, и он может там внутри как-то меняться, но мы не можем сейчас свободно комбинировать. Это уже наша такая зависимость от решений международных инстанций, различных организаций, чтобы он был официально утвержден по разных международных уровнях. Так, в Воронеже кто-то проходил, единственное, что не вижу, как зовут участника. Да, если вы проходили в Воронеже очно, то можно все смело идти на ПК. Виктория, если у вас диплом по репто среды обучения, то это все равно на ПК, потому что на ПК в итоге нам важно, чтобы у вас был ПК. У нас в ПК только один семинар по репто, и в ПК тоже один семинар по репто, но у нас есть отдельный курс к ним, где тоже вы можете встретиться с теми же коллегами, Федором и Максимом, которые ввели этот курс среди обучения. Это как интродьюс такой, то есть у нас более развернутый этот курс, более там углубленный, расширенный. Да, и Сергей Падви там будет, и Дмитрий Фролов. То есть это такая совместная коллаборация. А среди обучения это как некий интродьюс, тоже такие партнерские программы, которые мы иногда делаем для того, чтобы приглашать людей уже дальше на обучение развернутое. почему нет видеокурсов на ПК? Что вы имеете в виду? Надежда, то есть у нас есть видеоматериалы. Вы имеете в виду дистанционный курс, чтобы его пройти как ПК, можно было в виде дистанционного курса. Да, мы думаем об этом, опять же, нам нужно это согласовывать. Как только согласование мы получим, мы сделаем еще вариант дистанционной формы. Пока у нас нет такого согласования. Но нам опять же нужно это с международной конфедерацией согласовывать, структуру, в которой мы входим. На ПК у нас есть такое добро. Так, ну так же, как в институте ПК, там же дистанционный формат. Вы просматриваете, например, Essential, и вы его так дистанционно проходите. Есть вариант онлайн участия, и есть вариант точного участия. Это три формата. Поэтому мы сделаем ПК в трех форматах, но пока у нас только два, потому что дистанционный нужно утверждать, опять же, чтобы он соответствовал. Хорошо. Коллеги, если вопросов нет, спасибо большое за активное участие, спасибо и тем, кто смотрел трансляцию ВКонтакте. И, конечно, спасибо, кто сейчас вживую писал, спрашивал. Был какой-то персонаж, Бильжо, я успел прочитать, очень активно все меняется. Петрович, сегодня ключевая фигура Виталий. Виталий анонсирован у нас конкретно, и поэтому в пятницу можно будет его лицезреть. Очень точно, кому запомнился Виталий может его увидеть уже как говорящую голову в пятницу, и он ответит на очень многие вопросы касательно сервиса. Марина пишет, диплом о переподготовке в ООО НЦИР ДО КПТ в практике психолога. Идти на БК или на ПК можно. Увы, никаких внешних мы не можем принять. Опять же, по вариантам, что наши курсы, они согласованы с международными структурами, и мы не можем как бы зачесть чужие, потому что не знаем их содержания. Поэтому, несмотря на такое гигантское количество часов, 640, и я вот это себе запомню, ООО НЦИР ДО КПТ в практике психолога. Не знаю, что это за структура, честно говоря, хотя 25 лет занимаюсь КПТ на постсоветском пространстве, но буду интересоваться тогда, что это за ребята, и что они дают. Ну, потому что сейчас КПТ стало очень востребованным. 25 лет назад оно никому не нужно было, как говорится. Сейчас вдруг когда-то стал мейтстримом стараниями, не побоюсь этого слова, в первую очередь, наша ассоциация с 25-летними, теперь все преподают КПТ очень активно, но вопрос содержания и вопрос соответствия, вопрос аккредитации этих программ, что это за организации, нужно узнавать. Мы не зачитываем более чем каких-то вводных модулей, и то, если у нас есть коллаборация, какие-то договоры о сотрудничестве с теми или иными организациями. С этой организацией у нас точно нет договора. Ссылка на чат. Спасибо большое. Спасибо. Вопрос голосом. Виктория, ну давайте на ход ноги. Давайте вопрос. Добрый вечер. Да, я просто несколько раз продублировала его уже в чат, вот пользуясь случаем, есть ли смысл идти на углубленную практику к ПАДВА, правильно я произношу, после РЭП в среде, в среде, как вы считаете? Конечно, есть, конечно, есть, ведь это же углубленная практика, в среде это водный курс, в любом случае. Ну, просто по часам там получается, что в среде это, ну, шесть месяцев. На самом деле это... Ну, это шесть месяцев, это раз в неделю по три часа. Ну, два раза, ну да, в целом. Ну, даже два. Ну, то есть, это все равно водный, очень водный курс. Да, хорошо, поняла, спасибо. Пожалуйста. Так, и про стажерство. Будут ли набирать? Будут обязательно, Ирина, свяжитесь, ну, и менеджеров спросите, они уточнят. У нас есть несколько программ стажерства, по каждой нужно индивидуально обсуждать с менеджером. Ну, давайте уже, если сложно нам завершить, то придется просто оборвать нашу встречу директивные волонтаристки. Спасибо еще раз всем большое, и до новых встреч, коллеги. Ирина, ирина,